всем привет дорогие друзья вы снова на канале грибоед и сегодня мы с вами поговорим о грибе слава о котором гремит уже не одно тысячелетие об этом грибе сложено очень много древних легенд и не зря его называют гриб бессмертия или бессмертное сердце это конечно выдающийся гриб рейши или трутовик лакированный на протяжении многих тысяч лет с помощью этого гриба лечили практически все распространенные и опасные заболевания и даже успешно замедляли процесс старения организма человека об этом в нашем видео но немного позже в тех странах где целебные свойства рейши были широко известны случайная находка этого гриба считалась божественной милостью а в наши дни этот гриб можно очень просто и легко вырастить даже в домашних условиях и сегодня в этом видео вы увидите последовательно и ясно как самостоятельно из грибного блока вырастить этот замечательный и волшебный гриб а вот что-то интересное я встретил прямо между деревьями внизу растет на каком-то корне очень похож очень очень похож на лечебный гриб рейши но прям очень похож как будто действительно трутовик лакированный один из самых самых лечебных грибов сейчас я его наверное срежу или сорву посмотрим что это такое но я не знаю удастся ли срезать не его ножом так конечно не очень отрывается хорошо еще раз а вот такой вот гриб интересный 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 действительно гриб рейши я нашел в китае его называли грибом гриб бессмертия и считали священным грибом представьте гриб рейши считался настолько ценным за свои лечебные свойства что в древние времена мог выступать в качестве наследства или приданного об этом грибе повествуют древние медицинские трактаты азиатских стран согласно этим трудам рейши это залог вечной молодости и долголетия утверждалось что этот трутовик может предупредить или излечить почти любую болезнь более подробно о лечебных свойствах этого гриба я расскажу позже а сейчас мы поговорим о том как в домашних условиях из грибного блока можно вырастить этот гриб бессмертия перед нами грибной блок лечебного гриба рейши или трутовик лакированный блок прошел инкубационный период за это время мицелий гриба захватил весь субстрат и теперь плодовые тела рейши готовы начинать произрастать на этом блоке и так начнем первое что я делаю это надрез над воздушным фильтром или мембраной на запаянном пакете это мембрана для того чтобы выходили продукты жизнедеятельности блока пока блок проходит стадию инкубации вот такой разрез около 10 сантиметров позволяет активно поступать воздуху к блоку и в таком состоянии грибной блок должен стоять при температуре 20-22 градуса и стоять он будет до тех пор пока на самом блоке не начнет расти примордий это такие белые наросты или утолщение на блоке примордий должен достичь 2-3 сантиметров что свидетельствует о том что грибные тела рейши начинают свое развитие и как только это произойдет я обрежу пакет на уровне 10 сантиметров над поверхностью блока и так прошло нужное время и на блоке появились белые наросты видите в некоторых местах они даже больше трех сантиметров поэтому я сейчас буду срезать пакет над блоком обрезаю пакет на уровне приблизительно 10 сантиметров над поверхностью блока особой точности здесь не нужно где-то 7 10 сантиметров будет достаточно посмотрите примордий активно растет на блоке и уже достиг нужного размера теперь самое интересное сверху я положу мох чтобы поверхность блока не пересыхала для этой цели можно также использовать землю гравий или песок но в данном случае я сходил в лес и принес вот такой мох начинаю заниматься творчеством мох имеет не только практический но и даже какой-то декоративный эффект создается такое впечатление что мой гриб рейши растет в дикой природе в естественных условиях они на блоке и у меня дома маленький кусочек этой природы получился у меня вот такой красивый так сказать вазон для успешного произрастания гриба рейши влажность воздуха должна составлять 85 90 процентов как этого добиться я поставлю блок в большую емкость где на дне находится вода но не только на дно я еще высыпаю мокрый керамзит который используют как дренаж для растений для чего это нужно одно дело если на дне у меня просто вода тогда площадь с которой испаряется влага такая же как площадь дна моей емкости но за счет керамзита который имеет округлую форму и вбирает в себя влагу а затем ее отдает площадь с которой происходит испарение резко увеличивается и мы получаем достаточно высокую влажность внутри емкости теперь прямо на мокрый керамзит я устанавливаю грибной блок можно периодически немного поливать мох чтобы он не высох чтобы влага быстро не испарялась я накрою емкость блоком пленкой с отверстиями которую раз в день изнутри буду взбрызгивать водой таким образом под пленкой я создал микроклимат комфортный для гриба рейшей в то же время отверстия в пленке способствует некоторой циркуляции воздуха излишняя влага имеет возможность выходить наружу гриб рейшей или трутовик лакированный хорошо себя чувствует при высокой температуре воздуха даже при 30 градусной жаре он прекрасно растет поэтому активно выращивать рейшей можно именно в летний период гриб бессмертия растет довольно долго но терпение стоит того трутовик лакированный это целая фармацевтическая фабрика это органический германии полисахариды аминокислоты антиоксиданты алкалоиды липиды эфирные масла а также огромное множество минералов и кислот благодаря высокой концентрации в грибе природных антиоксидантов которые ведут борьбу со свободными радикалами рейшей препятствует преждевременному старению организма испытания сухого экстракта гриба рейшей в онкологических клиниках америки и других стран показали отличные результаты противоопухолевое действие гриба обусловлено тем что в его составе полисахариды германии другие вещества благотворно действует на иммунитет способствует созреванию лимфоцитов и активизирует деятельность различных клеток защитников иммунной системы в одном источнике перечисляется более 30 различных заболеваний при которых эффективен трутовик лакированный но чтобы вас не утомлять скажу только об основных всевозможные сердечно-сосудистые заболевания в том числе профилактика против инсульта и инфаркта заболевания желудочно-кишечного тракта заболевания печени в том числе гепатит и цирроз заболевания нижних дыхательных путей заболевания предстательной железы вирусные и аллергические заболевания кроме всего этого употребление гриба рейшей способствует очищению организма от различных токсинов шлаков и солей тяжелых металлов а также улучшает состояние центральной нервной системы вот уж действительно гриб рейшей это священный гриб долголетия ну что ж друзья подписывайтесь на мой канал ставьте лайки жмите на колокольчик вот здесь и до встречи на канале грибоед пока